И это не просто выбор, а там есть какой-то жесткий критерий, по которым Иван мог пройти. Он прошел, он на прошлом чемпионате России занял шестое место, в этом году выступал на турнире в Оберсдорфе, не очень удачно стал девятым. В прошлом году на Ростелеком Кап он тоже выступал, был десятым. Посмотрим, что будет сейчас. Его короткая программа это вальс Яна Сибелиуса. Сибелиус 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 Иван Третьяков Иван справился с волнением этого турнира и все что заявлено все сделал. Я неплохо откатал для себя, я считаю, что он должен быть доволен. Сибелиус Сибелиус И раз И выдержал тройную турниру. Вообще, я иногда удивляюсь, вот ведь спортсмены высокого уровня способны прыгать тройной тулуп чуть ли не с места. И очень часто спортсмены на это не решаются, а делают все таки в каскаде затем двойной тулуп. Это почему? От волнения идет? Или что? Или не успели как-то сгруппироваться, сориентироваться? Что? Перед тем, как они исполняют прыжок, в комбинации в частности, иногда даже не думаешь, какой элемент будет исполняться. Это уже как автоматически, как твое тело в эту секунду слушает тебя. Но тройной тулуп это уже такой довольно-таки очень легкий элемент, который на уровне ребят, которые сейчас катаются в мире фигурного катания, это элементарный прыжок, который можно вставить в любое место программы и исполнять без проблем. Но сейчас он действительно вот как-то отнесся к этому, мне кажется, ответственно. То есть он остановился. Мне кажется, даже было время у него подумать, что нет, я прыгну на этот тройной тулуп. Ну, это связано с тем, что, во-первых, техника должна быть хорошей именно этого элемента. Поэтому он был уверен, что даже без ходу он может исполнить этот элемент тройной тулуп. Ну, от оценки, смотрите, за каскадку все-таки поставили минусы ему, но понятное дело, что засчитали, флип, тулуп, все тройное, и немножечко минусов еще за лут. Ну, как-то так неласково отнеслись к спортсмену. Аксель с плюсом, но самые большие плюсы вот за...